Как определить, стоит ли идти на спектакль, о котором ни вы, ни ваши друзья не имеют никакого понятия? Как минимизировать риск нарваться на фуфло? Маленькие театральные лайфхаки изнутри. В передаче Фарсайта. Привет! Я часто говорю о театре. Что поделать, я театральный режиссер. Даже в выпусках, которые посвящены кино или, например, живописи, бывает проскакивает тема сцены. Что поделать, это издержки профессии. И в комментариях часто просят рекомендовать спектакли или вообще заняться чем-то вроде театральной критики. Это немного не моя специальность, но запрос такой есть, постараюсь помочь. Пишут обыкновенно следующее. Дескать, я такой-то из города такого-то, у нас тут нет толковых критиков, как определить, на что идти. И я всегда рад посоветовать, но я ориентируюсь больше в московских постановках. И то, конечно, все смотреть не успеваю, это технически невозможно. Постоянно что-то новое выходит, да и из того, что было, ну, все, не посмотришь. Так как же выбрать? Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы мы помогли большему количеству людей благодаря алгоритмам Ютуба. Будем использовать их себе на пользу. И поехали. Очевидные ответы, конечно, сразу приходят в голову. Во-первых, идите на то, что вам советуют близкие, мнению которых вы доверяете. Ну, это оно и понятно. Во-вторых, идите на имя, которому вы доверяете. В первую очередь я говорю о режиссере, конечно. И идите в театр, где уже видели хорошие постановки, и это вариант номер три. Это, если что, в порядке убывания по надежности. Но в целом все-таки это верняк. Тут все понятно. Но что, если ни один из этих пунктов вам не помощник? Ваши друзья не ходят в театр, вы тоже не ходили особо. Не ориентируйтесь, а имена в афишах сплошь не знакомые. Как же быть? Понятное дело, можно поглядеть зрительские оценки в интернете. Это вообще хороший способ, и пренебрегать им не стоит. Он тоже из раздела очевидных. Ну, хоть что-то нам расскажут, но непонятно кто. И дальше приходится действовать самим. Как-то собирать информацию. Тут нам нужно собирать косвенные признаки. И я их перечислю. Сбором таких неочевидных улик, что ли, кстати, занимаются и режиссеры при работе с материалом. Только у них материал вымышленный, там какие-нибудь пьесы, рассказы и так далее, сценарии. А перед вами жизненная ситуация. Больше и подробнее я объясняю, как применять режиссерские приемы для улучшения своей жизни на своем бесплатном воркшопе режиссура своей жизни «База», который пройдет 18 октября. Ссылка на него, кстати, в описании. А пока что частный случай. Выбор спектакля. Мы уже поняли, что посоветоваться нам не с кем, а зрительские оценки — это как-то ненадежно. Что же мы будем делать? Первое, на что стоит обратить внимание, — это фотографии с постановки. Есть несколько маркеров, которые, за редкими исключениями, указывают на то, что вас ждет кошмар. Ну, кошмар не кошмар, но как минимум, что вы пожалеете о потраченном времени, если сходите на этот спектакль. Маркер номер один — это излишняя яркость. Если фотографии прямо-таки кислотно-цветастые, если костюмы избыточно пестрые и олеповатые, чаще всего это шлак. Скверный театр, поверьте моему опыту, обожает прикрываться яркостью. Это напоминает спецэффекты в кино, только там вы все-таки получаете определенное развлечение, получаете зрелищность. А тут вас действительно обводят вокруг пальца. Вся зрелищность, она на фотографиях, которые сознательно как-то вытянули, сделали их наиболее яркими, а на сцене вы, скорее всего, даже и этого не увидите. Во всяком случае, вас не развлекут. Вы не впечатлитесь компьютерной графикой, ее не будет. Максимум, что будет — это клоунские наряды. Слишком яркие, но это все. Только, пожалуйста, не путайте это с интересными костюмами и декорациями. То есть, если костюм на фотографии или там элемент декорации странный, это неплохо. Тогда этот пункт не работает. А вот если он просто вырвиглазный, какой-то такой... Тогда лучше не стоит. Пункт второй. Если на фотографиях у людей искажены лица и есть чувство, будто в спектакле много кричат, то же ситуация дрянь. Тут та же подмена содержания, только уже не яркими цветами, а эмоциями на сцене. Вроде в этом ничего плохого и нет. Мы же любим эмоции, но это только на первый взгляд. Хорошие режиссеры вам скажут, что патологические вопли на сцене, рыдание и рев любви, но обыкновенно не вызывают в зрителей бурного отклика. Наоборот, они заглушают то тонкое чувство, за которым мы ходим в театры. На сцене актеры пытаются своими эмоциями, к сожалению, достаточно наигранными, подменить ваши. В действительно хороших спектаклях на сцене воплей не будет. Ну, разве что за редким исключением, если это вот так на секундочку надо. Но если все постоянно кричат, размахивают руками, об этом еще Гамлет предупреждал, так делать не надо. Потому что на сцене действительно движ паришь. Очень шумно, очень бурно, а зритель сидит и как-то совершенно не сопереживает. А зачем? Все там сделают за него. К чему испытывать свои душевные терзания, если тебя заглушили ором со сцены? Так не надо. Поэтому это тоже признак плохого спектакля. Ну, хорошо. Фотографии, ладно. Неужели это все? Нет. Важно, в каком вы городе. Если город не слишком большой и в нем не проходит никакого фестиваля, то не стоит ходить на приезжий спектакль. Скорее всего, это шляпа, которую просто удобно возить и легко играть в любом состоянии. Знаете, накануне надвинули, утром было плохо, к вечеру как-то выползли на сцену, отыграли. В общем, приехали, собрали зал пару раз и уехали в другой город. Качество ждать здесь не приходится. Его зачастую и не бывает. Другое дело, если приезжает иногородний театр с несколькими разными спектаклями. Приезжают вот так на пару недель и играют каждый вечер. Тут вполне сходить стоит. Это уже правильные, каноничные гастроли и вполне могут привести к годноту. Это не разъездная антреприза, нацеленная в первую очередь на сбор бабок. Это уже совершенно другое. Гастрольная деятельность одобряется всецело. Еще круче, если проходит фестиваль. Тогда стараются реально привозить лучшее. Шансы ваши многократно возрастают. Ну, а в иных случаях лучше действительно ходить на постановки местного театра. Свой режиссер, свои актеры, они как-никак дорожат репутацией. Им в этом городе еще жить и встречаться со зрителями в трамваях. В столицах же и крупных городах остается актуальным только критерий фестивальности. Потому что чё с посредственностью такие города почти не захватывает. Здесь процветает своя доморощенная посредственность. Придется выбирать сердцем. Ну и по фотографиям. Но помимо этого есть и еще пара универсальных способов. Поглядите на афишу внимательнее. Если спектакль в 18+, как ни странно, хотя, конечно, нам очень хочется чего-то жареного, это не лучший признак. Великая вероятность нарваться на похабщину, которые все так же стараются прикрыть пустышку, как раньше прикрывали в предыдущих примерах эмоциями и слишком яркими цветами. Посмотрите в записи лучшие спектакли, лучшие наши отечественные спектакли. Таганка, Фоменки. Вы заметите, что в них почти никогда нет того, на что стоит вешать гриф 18+. Они и без этого интересны. Стало быть, справляются. А если пришлось внедрять крепкую матершинку и голую задницу, то, скорее всего, это от бессилия. Ну, просто нечего было больше предложить. Решили, сделаем по-взрослому. Придут молодые такие родители, оставив ребенка бабушке и кайфанут с крепкого словца. Может и кайфанут, но спектаклем это не назовешь. В целом, можно тогда и на ютубе посмотреть что-нибудь такое острое. Ну и напоследок, конечно, погуглите, кто режиссер. Если его имя ничего не говорит, посмотрите, у кого он учился. На это тоже можно опереться. А главное, не актер ли он изначально. Никакого снобизма, но мой опыт и опыт многих театралов говорит, актеры крайне редко ставят хорошо. Здесь дело не в том, что я вешаю ярлык, а просто они мыслят актерски. А потому редко стоит рассчитывать на вскрытие какого-то необычного смысла. А режиссер, он как-то копается, скребет и старается найти что-то новое в уже известном или насытить какую-нибудь новую драматургию. А ведь именно необычное новое содержание, занятные мысли мы ценим в хорошем спектакле. Актер этим чаще всего не занимается. Он придумывает актерские приспособления, как сделать чисто технически интересно. Техника это круто, но это же все-таки не цирк. Здесь мы должны смотреть в содержание. И, конечно, даже при всех этих условиях все еще можно проиграть. Спектакль вполне может оказаться скучным, провисающим, ну, или просто глупым. Но существенное количество отстойных работ вы просто отфильтруете прямо у себя дома за компьютером, не обжигаясь и не тратя деньги. А театры зачастую все-таки бьют по кошельку. Мы не так много зарабатываем, чтобы ходить на шлак, а потом уходить в антракте. Кстати, если вдруг шлак все-таки попался, не мучайте себя, уходите. Ну, желательно, конечно, досидеть до перерыва, но если это невыносимо, не переживайте, актерам не до вас, они смотрят в черную яму и делают свою работу. Хорошо или плохо бывает по-разному. А вот на драматурга ориентироваться, к сожалению, не приходится. Я видел десятки, поверьте мне, минимум десятки скучных, а то иногда и мерзких постановок по Шекспиру, но при этом мне неоднократно попадались и толковые спектакли по современным пьесам. Процент дряни здесь примерно один и тот же. Материал значение имеет второстепенное. Первостепенное, пожалуй, это режиссер, на втором месте талант актеров, без него все-таки никуда, режиссер может придумать что угодно, но кто воплощать-то будет? Актеры? А драматургия уже где-то там месте на третьем. Так или иначе, вы хотя бы даете себе шанс не попасть, скажем так, в лужу, потому что лужа встречается чаще, чем сухой асфальт в театральном мире, к сожалению, это так. Брака и откровенной халтуры очень-очень много. Ходите в театр, мои дорогие, а если попадутся вам шедевры, то не забудьте про меня, напишите, пожалуйста, посоветуйте. Шедевры на вес золота, как и везде. Ссылки на мои сети и на воркшоп в описании. А пока подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, если еще не поставили, пишите комментарии, а с вами был Александр Форсайт. Сегодня формат короткий. Пока!